CSGO.net.in. Скины CSGO по низким ценам. Всем привет! Сегодняшний скин на обзоре мне своей цветовой палитрой и общим стилем напоминает оригинальную Half-Life под названием USPS Orion. Для тех, кто не знает, хотя вряд ли такие есть, Counter-Strike появился как мод к этой игре, поэтому неудивительно, почему у него такая цена. В стиме, например, за состояние поношенное придется отдать от 5000 рублей, и это минимум, хотя стоит сказать, что покупка в стиме это самый дорогой, хотя и самый надежный вариант. И вообще-то в этот момент я всегда говорю, что при желании сэкономить, скин можно посмотреть на разных торговых площадках. Вот только проблема в том, что поношенное состояние настолько редкое, что практически нигде не встречается, а даже если где-то и появляется, его моментально скупают. Поэтому при желании хотя бы получить этот скин, остается или стим в самом дорогом его варианте, или сайт GameStop, где эти скины всегда в наличии, так как сайт и работает по принципу вероятности выпадения. Проще говоря, выбранные скины не всегда выпадают с первого раза, это может быть как со второго, так и третьего или даже четвертого. Все зависит от вашей удачи, редкости скина, его цены и количества скином на балансе. Однако в любом случае, без скина вы не останетесь, это сайт гарантирует. Плюс принцип такой работы и позволяет делать самые низкие цены. Например, этот скин USP Orion в поношенном состоянии здесь стоит всего 1113 рублей, что в разы дешевле всех остальных вариантов, но повторюсь, и выпасть он может не с первого раза. А поэтому я всегда пополняю баланс на три покупки, повезет так повезет, а если нет, с пустыми руками тоже не останусь. Это получается 3340 рублей. Пополнить можно любым удобным способом, от обычных карт, включая мир, до электронных кошельков по типу Kiwi или U-Money и даже криптовалютой. Процесс этот самый стандартный, и просто вписываем данные, которые просят от нас сайт и жмем оплатить. Однако, если вы не хотите вводить данные своей основной карты, есть отличное решение. Сейчас в любом онлайн-банке можно буквально за пару минут открыть интернет-карту как раз для таких покупок, после чего перевести туда только необходимую сумму и ни о чем не переживать. Так что жму оплатить, и средства моментально поступают на баланс. После чего выбираю нужное мне состояние, позже расскажу почему именно такое, и жму купить. Оплачиваю, и с первого раза выпал скин с названием бизнес-класс, который хотя и отличается от того, который я выбирал, но в стиме стоит в два раза дороже. Сайт не всегда успевает загружать актуальные ценники. Сейчас его цена в стиме за состояние поношенное, которое я и выбирал, начинается от 2000 рублей. Так что можно сказать, я уже в плюсе. А потому продолжим. Жму купить, оплачиваю, и со второго раза выпал снова другой скин, при том уже дешевле, чем заплатил. Но ничего удивительного, ведь так сайт и работает, скины выпадают не только разные сами по себе, но еще и разные по цене. Ведь сайт по сути перераспределяет деньги, и дабы была возможность выпадения скинов подороже, иногда должны выпадать скины и подешевле. Но суть в том, что это все еще и рандомно, поэтому главное не опускать руки. Не везет сегодня, значит повезет завтра. Так что куплю еще раз. Оплачиваю. И вот таки с третьего раза выпал выбранный мной скин, который в стиме стоит тоже немного не так, как указывает сайт, но я все равно в плюсе. Забрать же его, как и все остальные выпавшие скины себе на аккаунт в стиме, можно в личном кабинете. Главное перед этим не забыть указать правильную трейд ссылку. Так что по итогу получается, потратив чуть больше трех с половиной тысяч, я получил целых три скина, один из которых теперь будет жемчужиной моей коллекции. Так что ссылочку на сайт, дабы и вы могли опробовать, оставлю в описании. Ну и пора посмотреть на мой новый скин и чем же он так напоминает стилистику Half-Life. Во-первых, черно-оранжевая раскраска с разными узорами и серым паттерном, напоминающим тигриную шерсть, которая очень заметно изнашивается при увеличении флоат, который стартует от 0% в состоянии прямо завода и до 50% закаленном в боях, когда краски практически не остается, а весь скин заметно покрывается патиной. Это, конечно, придает отдельного шарма, но все равно выглядит не особо круто. Идеальный же вариант, как по мне, это поношенное состояние. И стоит не то чтобы дорого, и выглядит получше, чем закаленное в боях, когда и краска есть, и определенный стиль прослеживается. Ну а его редкость и, конечно же, цена обусловлена тем, что буквально спустя месяц после появления в 2014 году, его убрали из кейсов по причине нарушения авторских прав, из-за чего сейчас его можно только купить или обменять. А потому цена на него постоянно растет, и в условиях дефицита будет только продолжать расти. Так что как инвестиция в будущее, чтобы продать подороже, это вполне неплохое вложение. Ведь, как можно заметить по графику, цена неизменно стремится вверх практически каждый день. Ну а с обзором на сегодня все. Пишите свое мнение по поводу скина в комментариях, предлагайте идеи для следующих видео, а также подписывайтесь, чтобы их не пропустить. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok